На пляже на Булярице есть кемпинг с одной звездой. Он очень простенький, нет бассейна и никакой развлекательности. Но самое интересное то, что он находится 20 метров от берега моря. Здесь можно приехать со своим кемпингером, здесь пришвартоваться, можно приехать на машине со своей палаткой, а можно здесь и арендовать кемпер, он называется. С видом на море можно готовить и отдыхать, и наслаждаться морем, дышать морем. Если вас интересуют ценные аренды, вы можете обратиться ко мне, написать мне в комментариях, а я вам отвечу. Вот можем видеть на Булярице, где кемпинг находится, и сейчас люди приехали сейчас в Польшу со своей палаткой, разместили свой собственный столик, тихо, уютно, а можно также приехать на доме на колесах. Вот как раз среди электричества можно брать, можете приехать со своими велосипедами, а можете арендовать велосипеды у Петровцы. Тут на рецепте работают как раз 24 часа в сутки, можете на рецепте купить соки, водичку, мороженое. Также тут есть пляжные бары, где можно выпить холодные напитки, и есть ресторанчик, где вы можете покушать, или можете готовить у себя. Снова вам повторю, мы находимся на пляже Гулярице, где находится кемпинг, с видом на море, 20 метров до моря. Сейчас покажу, какой кемпинг и какая его цена вы можете посмотреть. Пойдемте посмотрим. Представляете, каждый кемпинг получит свой столик, где можно с видом на море посидеть. И мебель. Вот, есть еще такой вот. А это еще чуть-чуть, конечно, не готово, это подготавливается. Тут вот обеденный стол, кухня, где готовится, а это все открывается, можно выйти на море. Сразу с видом на море позавтракать, или поужинать, пообедать, как вам будет удобно. Тут даже лежаки, вот они есть. Можно лежать. Пойдемте зайдем внутрь. Тут находится односпальное место, где можно поспать, и тут еще находятся два спального места. Это для трех-четырех человек можно разместиться. Тут уже находится сразу духовочка, она на газу, что можно готовить. Тут у нас холодильничек с морозильной камерой, все очень мало. Ну, удобно. Тут приборчики, кастрюли, умывальничек, вот он закиданный. А здесь шкаф и... Это туалет. Био. Био-туалет. Маленький био-туалет здесь. Вот. Ну, скажем так, чтобы приехать хотя бы на отдых на неделю, на десять дней, это нормально, чтобы можно было отдохнуть. На месяц, конечно, уже все зависит от вас, как вы к этому относитесь. Но самое главное, вот смотрите, вот 20 метров, 20 метров вы на море. А тут находится сразу спуск песочек, песочек, а дальше идет галька. Вот, они есть разные, можно выбрать для себя. А это все стоит 20-25 евро. Все зависит. А вот еще есть дом на колеске, который вы можете посмотреть, сейчас вам предоставили. Самое интересное то, что вам предоставили в горной туру. Это стол, стулья, что вы можете здесь находиться. Здесь будет навес такой. Вы будете в холодке сидеть и с видом на море делать, что хотите. Любовью заниматься, готовить и... Что хотите, пойдемте, посмотрим. Здесь находится колоний из здания. Очень прохладно, очень удобно. Вверху находятся шкафчики. Они фиксируются, двухспальная кровать, шторки, телевизор. Вот какой телевизор новенький стоит. Можно смотреть тени. Шкафы тут находятся. Вот они фиксируются, очень тяжело открываются. Ничего не выпадет здесь. Здесь находится газовая кухня. Вот тут находится умывальничек. Немножко плохо видно, потому что если поднимут, все упопадет. Здесь находится шкаф, посуда, стаканчики, приборчики, где можно готовить. О, не могу сказать, засосало. Тут холодильничек стопудово находится. А тут тоже, а, еще есть сушилка для посуды, приборы. Все зафиксировано. А это аппаратозаводов. Тут находится у них... Ага, вот он. Находится душ, туалет. Вот здесь все заброшено, еще не готово. Они будут открываться через 2-3 дня. Будет все готово. А здесь могут еще разместиться... Вот наверху одно спальное место, и внизу двое. Значит, выходит 5 человек, можно здесь разместиться спать. Тоже шкафчики поверху, все очень удобно. Если вы спите, можете открыть, там, достать полотенце, или что вам необходимо. А можете раскрыть, и обеденный стол получается. Зеркало есть, чтобы целый вид может себя увидеть, как выглядите. Вентиляция же воздух. Крась сеточкой для того, чтобы комары не кусали. И, конечно, самое важное, чтобы вам прохлада. Пойдемте, выйти. А вот смотрите, какой вид открывается на море. Вы вот здесь сидите, вот столом предоставили стульчики, вы здесь готовите, и смотрите на море. Дорожки, внимательно. Да. И есть даже здесь, есть мангал, где вы можете готовить тебе шашлычки. Все на углях. А в тем, где гулярицы находятся, вот тут можно умиться утром, тут же умывальники, где можно посуду помыть, если что вы приготовили. А тут и душевые. Пойдем. Тут находятся душевые, они, конечно, простенькие, но на берегу моря. Они еще подготавливаются, можно душ принять. Тут находится стиральная машина, и сушилка, где можно постирать, посушить. Тут умывальники находятся, как раз их монтируют, все готовится, через два дня будет открытие. А тут находится туалет, где можно сходить по нужде. Полезная информация по Черногории находится под видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.